Здравствуйте, в эфире программа «Вопрос дня» и я ее ведущий Александр Климов. Нацбанк Хакасии и Минэкономики региона договорились совместно обучать местных бизнесменов финансовой грамотности. Насколько это необходимо, об этом мы попросили рассказать заместителя управляющего Нацбанка Хакасии Алексея Белобородова. Алексей Семенович, здравствуйте. Алексей Семенович, Банк России придает действительно большое значение финансовой грамотности населения и бизнеса. Расскажите, как ваше отделение участвует в этом процессе? Действительно, вопрос повышения финансовой грамотности на сегодняшнем время стоит достаточно остро. И он не только для предпринимателей стоит остро, он стоит остро для школьников, для всех категорий граждан. И мы проводим большую и колоссальную работу в этом направлении. Мы рассказываем о тех возможностях, которые дает изменяющийся финансовый рынок. Мы рассказываем о рисках, которым, естественно, подвержены те или иные финансовые инструменты. И это очень важная и актуальная информация на сегодняшний день. Вы сказали, что вопрос финансовой грамотности сегодня стоит довольно остро. А в чем это выражается? Люди не умеют пользоваться деньгами? Люди умеют пользоваться наличными деньгами, они к ним привыкли. Но мы живем с вами в динамично развивающемся мире. В том числе и динамично развиваются инструменты финансового рынка. И население, школьники, взрослое население, предприниматели, они должны знать, как работать с этими инструментами. Они должны понимать и осознавать те риски, которые несут те или иные инструменты. Они должны осознавать, как они защищены, используя те или иные финансовые возможности. А можете привести какой-то пример, что-то новое, чем еще наши жители не научили использоваться? Наши жители пока, к сожалению, очень слабо пользуются приобретением облигаций, то есть не работают на финансовом рынке. Для них это достаточно новое, очень динамично развивающийся рынок, имеющий свои колоссальные плюсы, имеющий свои риски. И этому тоже нужно учиться. При этом у нас меняется и пенсионная система. Мы должны говорить ее уже сейчас и рассказывать людям, чтобы они сейчас понимали, как они будут жить в будущем, когда закончат свою активную трудовую деятельность. И есть масса других аспектов, о которых можно долго рассказывать. Скажите, а финансовая безграмотность может нести какие-то серьезные, те же финансовые последствия для человека? Финансовая безграмотность, она несет два удара и наносит два удара. Она первый удар наносит по экономике страны, когда люди, не умея пользоваться финансовыми инструментами, они, естественно, не позволяют развиваться экономике. И второй удар, это уже по самому человеку, по самому физическому лицу, когда он, не зная правила работы на финансовом рынке, не понимая рисков работы на каких-то финансовых рынках, даже те риски работы с кредитными организациями, с микрофинансовыми организациями, он может понести собственные потери в финансовом плане. Алексей Семенович, а были ли какие-то образовательные проекты у нас в республике, в которых вы приняли участие? Мы участвуем в массе образовательных мероприятий, часть мы организуем сами, в каких-то мы участвуем в мероприятиях, те, которые проводят Министерство образования и науки республики Хакасия. В частности, в этом году мы очень много усилий посвятили работе с учителями. Мы проводили для них мастер-классы, мы участвовали в августовских образовательных конференциях для учителей, мы там представляли, как нужно рассказывать школьникам о финансовой грамотности. Мы представляли сайт Банка России, финкультинфо, где можно брать учителя информацию для того, чтобы учить своих учеников. Мы представляли там онлайн-уроки, которые проводят в том числе сотрудники Банка России. Кроме того, мы участвовали в их научно-практической конференции, наверное, так она называется, такое звучное название «Прочие зоопарты, вперед в реальный мир». Мы там же опять показывали, как можно любой человек играть на бирже, прямо на реальных событиях. Мы показывали, как можно с помощью сайта Банка России, с помощью программного обеспечения Банка России, с использованием мобильных гаджетов, что очень сейчас интересно для молодежи, проверять наличные денежные средства, подлинные они или не подлинные. Мы проводим свои какие-то мероприятия, например, у нас много проведенных мероприятий, таких спортивно-просветительских, когда мы на базе какой-то спортивной игры вводим элементы финансовой грамотности. Сами ездим по школам, много читаем лекции, уроков проводим. Кроме Министерства образования в этом процессе повышения финансовой грамотности жителей нашего региона кто-то еще участвует? Главным нашим партнером является Министерство образования и науки Республики Хакасия. У нас с ними заключено соответствующее соглашение по взаимной работе в области финансовой грамотности, подготовлена дорожная карта, план. В этом году мы ее успешно воплощаем, и это показывает результаты нашей работы. Кроме того, правительством Республики Хакасия создана рабочая группа по продвижению финансовой грамотности на территории Республики Хакасия. Сейчас мы активно готовим план работы этой рабочей группы, будем согласовывать и предлагать свои мероприятия. Активно сотрудничаем с пенсионным фондом. Например, мы в конце этой зимы будем принимать активное участие по подготовке пенсионеров к их Олимпиаде по информационной грамотности. Но мы на плечах информационной подготовки и их подготовки работы с компьютерами будем приносить информацию о финансовой грамотности. Будем рассказывать, как можно искать информацию в интернете, но не просто абстрактную информацию. Будем говорить о том, как себя обезопасить с помощью поиска необходимой информации в интернете. Алексей Семенович, как Вы уже сказали, Вы активно работаете с Министерством образования. Насколько активно сегодня в школах преподаются, может быть, уроки по финансовой грамотности? В Республике Хакасия уже 7 школ проводят занятия по финансовой грамотности в рамке своих учебных планов. 21 школа подали документы для того, чтобы получить учебно-методические комплекты и начать проводить эту работу также на системной основе. Я надеюсь, что они уже начиная с нового года, с третьей четверти данного учебного года, уже приступят к этой работе. А на Ваш взгляд детям вообще это интересно? Детям учиться, на мой взгляд, всегда интересно, если они понимают, для чего им это преподают. А преподавание финансовой грамотности – это яркий пример практического применения тех знаний, которые они могут получить. Потому что у многих есть банковские карты. Даже у детей у многих есть банковские карты, их можно выпускать с 14 лет. Многие используют, все используют наличные денежные средства. Многие школьники даже, из моего опыта, когда я прихожу и провожу уроки финансовой грамотности в какой-то школе, многие школьники уже работают и зарабатывают какие-то деньги, и хотят правильно использовать свои финансы. То есть использовать правильный финансовый план. И правильно вкладывают свои деньги, в том числе, может быть, в банки, либо инвестировать куда-то в другие финансовые инструменты. Для них это интересно, для них это актуально. Алексей Семенович, как Вы сказали, сегодня 20 школ готовятся ввести такую образовательную дисциплину, как финансовая грамотность, и преподавать ее для ребят. Это право могут использовать любые школы, то есть ввести у себя такой предмет. Практически любая школа может начать преподавать уроки финансовой грамотности. Для этого нужно желание учителей и родителей, которые вводят туда своих детей. Для этого можно обратиться в Министерство образования и науки Республики Хакайси, для того, чтобы эта школа получила статус опорный. Данные материалы будут направлены в Банк России. Банк России будет оказывать методическую поддержку, для того, чтобы эта школа приступила к образовательной программе по финансовой грамотности. А существует ли какая-то литература о финансовой грамотности, как оформить кредит, не знаю, что-то еще? У нас есть вот такие методические документы. Это основы финансовой грамотности. Они состоят из трех частей. Их даже можно показать. Первое – это учебное пособие, по которому занимается сам ученик. Кроме того, есть рабочая тетрадь, тоже для ученика. И наиболее ценно в данном комплекте – это вот такие методические рекомендации для учителя. Банк России, как правило, дает комплект из 30 учебников и рабочих тетрадей и одну методическую рекомендацию для соответствующего учителя. Подать заявку, дождаться, когда в школу поступят книги – это требует времени. А до этого как быть, если школьники готовы хоть завтра начать изучать основы финансовой грамотности? Можно приступить к изучению финансовой грамотности и не заявляясь в качестве опорной школы, даже не имея данного комплекта и даже не имея учителя, который бы мог преподавать финансовую грамоту. Для этого создан специальный сайт. Его очень легко найти в любом поисковике по ключевым словам онлайн-уроки Банка России. Что из себя он представляет? Это некий ресурс, на который можно зайти, изучить расписание онлайн-уроков, выбрать ту тему, которую для вас интересно, узнать, когда она будет транслироваться, подключиться к онлайн-уроку. Там достаточно простая процедура, она описана на сайте. Спикерами выступают различные сотрудники Банка России, выступают члены экспертного сообщества в принципе Российской Федерации. Онлайн-урок может условно читаться с Владивостока на всю страну. Во время данного онлайн-урока возможна обратная связь, то есть возможно общение учеников с тем представителем, кто читает онлайн-уроки. Он, как правило, задает вопросы, на которые иногда нужно отвечать. Для этого существует специальный чат при проведении онлайн-урока. В этом же чате можно задавать вопросы. Урок идет в стандартных 45 минут, как в школе. Для этого надо заранее подключиться, ну и желательно после этого дать обратную связь. Как прошел онлайн-урок, что было интересно, что понравилось, что не понравилось. Те учителя, которые проводят организацию данных онлайн-уроков, получают по результатам соответствующий сертификат. Алексей Семенович, а человек самостоятельно может повысить свою финансовую грамотность, не посещая никаких занятий? Для того, чтобы повысить финансовую грамотность самому, нужно иметь определенную позицию, для того, чтобы этого захотеть. На самом деле, все достаточно легко и просто. В Банке России есть еще один сайт. Он называется «Сайт финансового просвещения». Адрес его «Финкульт.инфо». По любому из этих слов и словосочетаний, он тоже легко ищется в любом поисковике. На этом сайте есть различные разделы на различные ваши жизненные ситуации. Как взять кредит, как правильно обратиться с какой-либо жалобой, как работать на бирже. Очень много информации, она есть в доступном виде, в виде вопросов-ответов, в виде интересных роликов, которые можно посмотреть и показать своим детям. Кроме того, у Банка России есть представительство в социальных сетях, где также выкладываются интересные информации, которые тоже можно поискать, посмотреть, оценить для себя ее важность и, может быть, что-то оттуда подчеркнуть. Какие-то образовательные проекты в ближайшее время еще будут реализованы на территории республики? Сегодня мы готовимся к проведению уже образовательных проектов в следующем году. И следующий год мы для себя определили, как обучение и сосредоточение своих усилий на обучении нашего малого бизнеса, наших предпринимателей финансовой грамотности. Потому что нашим предпринимателям мало иметь хорошую идею, как заработать деньги или как оказать нужную услугу или представить нужный продукт. Им нужно понимать еще, а что за собой это повлекет, где взять деньги, как правильно отчитаться за кредит, как правильно выбрать для себя схему налогообложения. Вот этими вопросами, я думаю, мы будем заниматься в ближайшее время. Алексей Семенович, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА